Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. На развитие села в России требуется дополнительно 80 миллиардов рублей в год. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в рамках правительственного часа в Государственной Думе. Кроме этого, необходимость изменить законодательство в сфере землепользования назрела давно. В регионах, помимо традиционных проблем сельхозотрасли, собственники земли сталкиваются с откровенным криминалом. В рубрике «Главная тема» репортаж Александра Тинянова. Чтобы не менять одного импортера на другого, а действительно замещать поставки из-за рубежа, необходимо развивать собственные агротехнологии переработки и хранения. Семенной и племенной фонд. Климат нам не мешает, несмотря на то, что большое количество площадей находится в зонах рискованного земледелия, но мы уже привыкли работать в этих условиях и в основном справляемся. Мешает эта сложившаяся система работы, частная собственность, земля в частной собственности. Вот это, наверное, не способствует развитию сельского хозяйства. В первую очередь необходимо ввести в оборот миллионы гектаров сельхозугодий, которые сейчас простаивают в руках частных землевладельцев. Накануне в послании Федеральному собранию президент России определил конкретные сроки. Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхоз земли, которые используются не по назначению, и продавать их на аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю. Прошу правительства к 1 июня 2016 года подготовить конкретные предложения, включая проекты нормативных актов. А депутатов Государственной Думы и всех членов Федерального собрания прошу внести поправки в законодательство в течение следующего года и в осеннюю сессию следующего года принять соответствующие законы. Щели в законодательстве позволяют ловкачам скупать сельхозугодия. В селе Шарипово Кушнаренковского района Республики Башкортостан в 2008-м развалился колхоз Салават Юлаев. Людям, работавшим в нем, раздали земельные паи. Каждый получил по 7 гектаров земли. Пайщиков 364 человека. Но потом их ловко обманули. Собрали собрание, и несколько было представителей, и в том числе фирма Агри, директором которого является Миргалиев Ренат Хатмолович. Он предложил, он как бывший житель этой деревни, этого сельсовета у нас, он предложил, что его фирма возьмет у нас эти земли в аренду, будет обрабатывать, будут платить за нас налоги, будут расплачиваться арендной платы, то есть будут давать там зерном, сеном, соломой. Налоги-то, может, и платил исправно. Крестьянину лишний раз в бумажках разбираться не досуг. А вот с оплатой аренды пайщикам выходило туго. Фактически, если у меня земля в аренде у него, я же должен или сено, или зерно получать. По 5 сетнеров он должен был по договору выдавать. Но такого вообще не было, чтобы 5 сетнеров так выдавал. Полтора-два. В 2012 году пайщикам предложили продлить договор аренды. Кто-то подписал документы, кто-то отказался. Но этой весной бывшие колхозники узнали, что земля им больше не принадлежит. Начали разбираться. Создали инициативную группу. От МВД тоже через месяц приходит вопрос, ответ, что так как Мергалеев является депутатом Сельского совета, он является спецсубъектом, его нельзя ни арестовать, ни судить, ни угол не открывать. Отправляет дело на Следственный комитет. Сейчас Следственный комитет пишет мне, что дело взято у них на контроль. Через какое-то время ответ получим. Вот сейчас должны были, 19 ноября ответ должны были дать, пока вот письмо вот у меня есть. Но пока ответа счета не было. Представители инициативной группы уверяют, депутатам Мергалеевым незаконно присвоены земли 117 пайщиков вместе с парой десятков строений, когда-то принадлежавших колхозу. Сейчас нужно, индивидуально с каждым человеком надо работать, подавать иски в суд. То есть черновая, тяжелая судебная тяжба с теми людьми, которые незаконно пытаются сегодня получить паи и их же перепродавать за большие деньги. На данный момент рассмотрением вопроса, касающегося незаконного присвоения земли пайщиков, занялись и депутаты Государственного собрания, Курултая Башкортостана. А в Шарипово обманутые пайщики надеются на то, что в течение ближайшего года законы о землепользовании скорректируют и настоящего хозяина земля все-таки получит. Александр Тинянов, Николай Домбрин, Красная линия. Ситуацию в сельском хозяйстве мы обсуждаем с гостем нашей программы. У нас в студии депутат Госдумы от фракции КПРФ Евгений Рульков. Здравствуйте, Евгений Адамович. Здравствуйте. Евгений Адамович, президент в своем послании к Федеральному собранию четко сказал, что в развитии сельского хозяйства у нас все хорошо. Ваше мнение, действительно ли так? Или не все так хорошо, как хотелось бы? Скорее всего, последнее. Не все так хорошо, как хотелось бы. Или даже больше. Мало хорошего, а больше плохого в сельском хозяйстве, в его развитии, особенно в жизни на селе. Я не знаю, кто заложил президенту эти мысли, что все хорошо. На самом деле, обстановка по-прежнему остается тревожной. И те заявления, которые прозвучали в послании президента, а затем или ранее даже выступал у нас на заседании комитета министра сельского хозяйства Ткачев Александр Николаевич, и вот сегодня был правительственный час в Государственной Думе, говорит о том, что проблем очень много, и решать их придется, напрягая все силы, и бюджетные, может быть, и Российской Федерации. Евгений Адамович, также в послании отмечалось, что у нас в стране возрос экспорт, но, как мы знаем, на экспорт у нас уходит сырье, а получаем мы готовую продукцию. По вашему мнению, насколько такой экспорт хорош? Я думаю, что он не только хорош, он плохо вообще для Российской Федерации, потому что обеспеченность мясом остается, к примеру, низкая. На производство мяса используется фуражное зерно, а мы зерно, может быть, продовольственное, да и фуражное вывозим за рубеж, экспортируем порядка 30 миллионов тонн. Почему сложилась именно такая структура экспорта? Почему у нас не перерабатывается сырье? 30 миллионов получается избыточной, потому что, будем говорить прямо почти, что загублено сельское хозяйство, особенно производство говядины и молока, и это зерно не востребовано у нас в России. Если бы сохранили то поголовье крупного рогатого скота, свиней, которое было в 80-е годы, то, конечно, это бы зерно здесь было востребовано, оно бы пропускалось через животноводство, и в результаты мы бы получали собственное мясо и молоко, а не завозили некачественную продукцию из-за рубежа. Из города никто в деревню не хочет ехать. Что можно сделать, чтобы эту ситуацию изменить? Может быть, привлекать каких-то наемных рабочих в сезонных, либо использовать труд мигрантов, гастарбайтеров? Да, действительно, сейчас уже в деревне не осталось ни комбайнеров, ни сварщиков, ни доярок, и, конечно, очень сложно, не имея базы кадров, поднимать сельское хозяйство. Но я считаю большой ошибкой завозка гастарбайтеров или же вообще передачу земель в собственность иностранным государствам, что ли, как это пытались сделать у нас в Забайкалье, к примеру. Наверное, это не подходы. Надо, и сегодня опять же говорили на правительственном часе, нужно работать над тем, чтобы вновь возродить обучение сельских жителей, создать условия, чтобы там оставалась молодежь на этой базе, ковать свои кадры, как говорится, и только они своими силами с помощью государства могут поднять наше село. Евгения Адамовича, благодарю вас за беседу. Напоминаю, что гостем нашей программы был депутат Госдумы от фракции КПРФ Евгений Рульков. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КПРФ Евгений Рулькова